Девушки отдыхают Дома по воронам стрелял, пару ворон забил Да уж, зампрокурора поддастся, ждите Вот оно, наш парламент Может быть он у нас станет великим политиком, а может быть нет Они мне массаж делают за бесплатно, потому что им просто нравится меня трогать Я же буду, я же пока не упаду, я же буду бороться Не бывает игры без нарушений правил, но специально никогда никого не бьют Говорят, российские футболисты у нас не обладают техникой Мы видим, что политик очень хорошо обращается с мячом Задние ноги, задние ноги начинай Хорошо Дыши, 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 дыши Не задерживай дыхание Дышим, дышим, дышим Нокаутов не было, были нокдауны То есть я... Кратковременное помутнение было, но так, чтобы я падал, не вставал, не было Я все-таки как-то... мне повезло Голова крепкая была на удар Еженедельная тренировка бывшего чемпиона по боксу, а ныне звезды и бесспорно главного бойца российского кино Михаила Пореченкова Его постоянный спарринг-партнер Дмитрий, ни много ни мало чемпион мира по кикбоксингу Представляете, что может быть, если Пореченков вдруг пропустит прямой в голову? Тут уж, прямо скажем, не до показухи Михаил вынужден работать на полную катушку На первый взгляд совсем непонятно, зачем же ему нужно так себя истязать Но все на самом деле очень просто Спорт, бокс необходим Пореченкову для его успешной карьеры Для того, чтобы во время съемок боевых сцен все было максимально реалистично Вот и Пашет Стоп! Если ты хочешь создать впечатление или сыграть человека, который действительно этим занимается И действительно это умеет делать, сильно жестко и профессионально То тебе нужно обязательно это знать изнутри Ну, школа Станиславского это предполагает Поэтому, когда там, я беру в руки оружие И говорят, ну, понятно, человек знает, как с ним обращаться Или одеваешь перчатки Все сразу понятно Но уже тяж, и тяж, у которого есть техника Это опасно У меня всегда была мода на спорт, поэтому я не выходил из моды У меня такого не было, что это мода или не мода У меня такое состояние жизни было Я все время ходил в зал, я либо там железяками занимался, либо боксом Ну, не было такого, чтобы я вообще без спорта Уже почти полторы сотни лет Россия увлечена спортом И простые люди, и знаменитости российские, и руководители нашего государства Мода на спорт началась с царя-освободителя Александра Второго Сохранились велосипеды, на которых их величество гоняли по своей резиденции Николай Второй любил английскую игру лаунг-теннис С техникой, правда, было так себе Он ограничивался форхендом, ударом справа Советские руководители тоже любили спорт Каждый, правда, по-своему Сталин с трибуны Мавзолея Любил массовые действия, которые демонстрировали миру мощь советской армии Брежнев был болельщиком, страстным Часто даже сворачивал важные заседания политбюро Чтобы успеть наинтересный ему футбольный или хоккейный матч После распада Советского Союза в моду резко вошел теннис Вместе с Ельциным вдруг заиграли все губернаторы и министры Ну а нынешний глава российского государства Наверное, самый спортивный в мировой истории президент Я даже называл Владимира Владимировича хорошим инструктором С приличной австрийской техникой Владимир Владимирович бросает в обе стороны Это очень редкое качество для борцов Я, например, не умею так делать Россия, 21 век, мода на спорт Вместе с президентом спортом увлечена и российская элита Не все, конечно, но многие Одни, занимаясь спортом, следят за своим здоровьем, за своей фигурой Другие спасаются от стрессов Третьим спорт необходим для успешного развития карьеры Словом, причин для занятий великое множество Впечатляет и диапазон увлечений От шахмат и городков до стрельбы из лука и рукопашного боя Итак, какое же значение имеет спорт в жизни российских знаменитостей? Для чего они ходят на стадионы, в спортивные залы, в бассейны? Об этом наш фильм Вице-премьер российского правительства Александр Жуков Мастер спорта по шахматам Когда я был депутатом Думы, вот предыдущие там 10 лет Там мы регулярно играли, каждый день почти в обеденный перерыв Там много в Думе было довольно сильных шахматистов Сейчас здесь в правительстве, конечно, во-первых, значительно меньше времени для этого Во-вторых, нет партнеров В последние годы Жуков часто играет в футбол Играет азартно Однажды во время матча против английского парламента ему даже сломали ногу Но и это его не остановило Вице-премьер убежден, что регулярные занятия спортом для нормальной жизни Политику просто необходимы Для политиков или тех, кому приходится все время Большую часть эмоций внутри себя держать Это определенный выход, эмоции, конечно, с этой точки зрения вещь очень важная и полезная Вот Ну, это азарт Это детский азарт, еще, может быть, сохранившийся, что тоже приятно Ну и, конечно, это физические упражнения, которые просто необходимы любому человеку, я считаю Наш эксперт, капитан сборной России Андрей Аршабь Для футболиста, который непрофессионально занимается, он еще не только правой ногой владеет, но и левой В принципе, все движения футбольные превосходят практически всех своих партнеров и оппонентов физической готовностью И говорят, российские футболисты у нас не обладают техникой А мы видим, что политик, в принципе, очень хорошо обращается с мячом Вы знаете, нарушения в футболе бывают разные Бывает случайно Человек не успел или промахнулся по мячу А бывает специально, когда сзади бьют по ногам И, на самом деле, это понятно Почти всегда очень хорошо понятно Поэтому и реакция разная Если это получилось случайно, там, как бы не было больно, ну, что делать Когда играешь в футбол, знаешь, что это всегда может быть А вот когда кто-то специально хочет нанести травму, конечно, за это отвечают обычно Сейчас он, видите, принимает первым касанием, смотрит, где вратарь И спокойно, не сильным ударом перекидывает мяч через вратаря В принципе, то, что нужно, должен был сделать форвард в этом эпизоде В общем-то, с детства мечтал быть футбольным комментатором И если у вас последует такое приглашение, то вы согласитесь? Ну, например, может, как разовая работа? Ну, почему? Как разовая? Может, и не как разовая Не всю жизнь у меня в правительстве работает Лично я себе в спину слышу такие Ну, а это мужики, которые, знаете, ленятся что-то делать А, господи, это же все не настоящее Это Зина, ты пойми, он же весь там на химии Это же все неправда Он палец на палец не ударил, чтобы этого достичь Улыбочка Как будто все не в тяжелом Носок у меня есть, пяточка вверх Корпус выглями Таз вот здесь в одном положении находится Ну, это неплохо, видишь, размялись хорошо У тебя все сразу Достаточно? Хорошо Слушайте, почувствовал себя женщиной Поначалу, когда занимался спортом Постоянно носил с собой сантиметр Вот, измеряя все части своего тела Ну, я рос, сами понимаете Меня волновали многие мальчишеские проблемы Я надеюсь, я рос И вместе со мной почему-то не рос организм Поэтому я пошел в тренажерный зал Ну, то есть организм рос, но не весь Выдох только, когда руки сверху Станислав Костюшкин и Денис Клявер Или просто чай вдвоем Все женщины России знают Этих парней не только приятно слушать На них приятно просто смотреть Оба под метр девяносто С безупречным спортивным телосложением Для Стаса и Дениса Спорт – это неотъемлемая часть их имиджа Поэтому уже полтора десятка лет Как бы они ни были заняты Три раза в неделю обязательно Спортивный зал Изнурительные тренировки Тупее виды спорта Поначалу, вот это ей-богу Безобитые Люди, которые сейчас смотрят И смеются надо мной Часто понял Просто сначала думаю Да что это такое Ну что, ну вот сидишь как дурак Вот так Раз, два А потом перед зерком ходишь Ну не, ну не то И опять три, четыре А если добавить на пару плечик Тогда я сдохну В российский шоу-бизнес Настоящая мода на спорт Пришла благодаря Именно двум этим молодым людям Стасу и Денису Поначалу их раскачанные фигуры Воспринимались настороженно Дескать, не место на эстраде Таким качкам Но потом разговоры закончились И те же самые музыканты Которые сквернословили в их адрес Сами пришли к ним за советом Как же правильно тренироваться Чтобы выглядеть как Стас и Денис Расслабь, плечи расслабь Ненормально сидеть дома И вот когда ты выходишь Встаешь, у тебя отвислые коленки У спортивного костюма Вот здесь вот висит пузо И почему-то твоя жена Которая только что пришла Из спортивного центра Должна любить тебя таким, какой ты есть Мне кажется, это абсурд Ну поэтому Поэтому да, вот так вот Нам уже говорят Ну кто это такие? Кто ходит все время в спортивный зал? Кто следит за собой все время? Голубой А нормальный мужик будет пиво пить Папа мой, кстати Когда я занимался Начал заниматься спортом Ну вот фитнесом Он мне говорил Что ты как этот самый? Что ты около зеркала? Все как баба Каждые 15 метров 15 минут крутишься Я говорю Пап, ну что, мне же интересно Я был в зале Три часа там пахал Что ты там пахал? А сейчас, когда он Три года назад Начал заниматься Тоже спортом Тоже фитнесом Он Первое, что я прихожу Он сразу снимает майку Говорит, ну как? Я говорю А вот вспомни Как ты мне в 16-е Говорит, как? Что ты как баба Говорит, вертись Я говорю, майку не снимал Перед тобой во всяком случае Приезжаем в Таиланд Недавно Ну я каждый раз Когда приезжаю Ремба, ремба Столония, Столония Девки любят Вот эти маленькие Приходишь Они мне массаж делают За бесплатно Потому что им просто нравится Меня трогать Они вот трогают Столония, Столония Вот И не может ничего Прощупать Пальцы Потом вторая приходит Третья Они втроем на меня виснут Начинают мне что-то массировать И все Ремба, Столония И мне приятно Мечта детства сбылась Мода на спорт И российская политическая элита Депутаты и министры Как могут Стараются не отставать От президента А куда им деваться Волейбол Городки Зимнее плавание И, конечно, вид спорта Номер один Футбол Играют почти все Причем многие Играть умеют Навес удар Гол Председатель Государственной Думы Борис Грызлов Великолепный гол Забил головой Профессионально Знаете Не то, как там голову подстоял Албом Кивок такой сделал Сергей Иванович Что ж такое вообще Что поддаются, Валентина Ивановна? Да уж, зампрокурора поддастся Ждите Как бы не было Это единственная возможность Где мы можем на корте Выяснить отношения В основном прокуратура нам пишет представление Я очень люблю спорт И я занималась самыми разными видами спорта Несмотря на мой, так сказать, не очень высокий рост Я была Играла в баскетбол Я была капитаном сборной института по баскетболу Очень люблю этот вид спорта Сейчас я играю в теннис Обязательно раз в неделю Я катаюсь на горных лыжах И зимние каникулы, как правило, провожу В горах на горных лыжах У меня уже много-много лет Сколько я себя помню Каждое утро это обязательно зарядка Даже если совсем некогда Даже если я очень хочу спать 15-20 минут Это уже, ну, обязательно Двигайтесь, Михаил Наумович Двигайтесь, двигайтесь, быстрее Что очень важно в жизни любой женщины Хорошо выглядеть И быть в отличной физической форме Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко Почти всю взрослую жизнь Занимает ответственные посты Она почти круглые сутки Под прицелом фотографов Телевизионщиков И всегда На всех кадрах И на всех фотографиях Прекрасно выглядит Главное, по ее словам Что этому способствует Спорт Которым Матвиенко Никогда не прекращала заниматься Я люблю больше дабл-теннис Это такая коллективная игра Коллективная ответственность Это такой динамичный, подвижный Красивый спорт Но для дипломата Я все-таки была дважды послом Для дипломата Это обязательная составляющая Дипломатической деятельности Дипломатия и теннис Это особая тема Когда Валентина Матвиенко Возглавила российское посольство На Кипре Она обязала всех сотрудников Играть в теннис Почему? Потому что многие дипломатические победы Одерживаются не на официальных переговорах А в непринужденной дружеской обстановке И вот для этого теннис подходит идеально Когда посолы играют в теннис Скажем, да, есть в посольстве Курт То на теннисе подчас можно решить Гораздо больше Чем в официальных МИДовских кабинетах Поэтому нам в посольство приходили И министры, и дипломаты, и послы И сотрудники МИДа И там шла очень активная и политическая жизнь Так, Сергей Иванович Ждем мощную подачу Да что же вы такую дохлую подаете-то Спорт как-то дисциплинирует Спорт организует тебя Он учит побеждать Я обязательно стараюсь победить Для меня это важно Мне кажется, что спорт очень много для меня в жизни играет Спасибо большое Проигрывать вы не любите? Я не люблю проигрывать Не только в спорте А вот еще один политик Начинающий Пока что этого человека весь мир знает Как звезду фигурного катания Олимпийский чемпион Антон Сихорулидзе Сейчас сядем здесь Эти кадры сняты 20 марта 2007 года в Санкт-Петербурге И это особенный для Антона день Залезайте В то время, пока наша политическая элита увлекается спортом Российская элита спортивная всерьез решила заняться политикой Это ведь тоже такое проявление моды на спорт Кроме Сихорулидзе в региональных выборах в Петербурге и области участвовали Капитан футбольной сборной страны Аршавин Шестикратная олимпийская чемпионка лыжница Егорова Олимпийская чемпионка королева Турина Журова И, конечно, сам Евгений Плющенко А в парламент Ставрополья Избиралась партнерша Антона Сихорулидзе Елена Бережная Вспомним этот гениальный дуэт Превосходно Самая модная, самая стильная пара в истории мирового фигурного катания Всю свою десятилетнюю карьеру они безупречно отрабатывали образ влюбленных Такие Ромео и Джульетта на льду По всем ключевым вопросам в течение 10 лет у них всегда было одно общее, единое мнение И так было вплоть до весны 2007 года Когда оба подались в политику И оказались в разных политических партиях Сихорулидзе в единой России Бережная в справедливой России Мужчина любит глазами Женщина ушами Я люблю прийти, посмотреть и увидеть То, что сделано И сказать, да, я готов пойти, например, с этой партией А женщинам, значит, Леночка настоящая женщина Достаточно просто одних обещаний Справедливо Но вот народный депутат Елена Бережная с такой формулировкой не согласна Ну подождите, сейчас Антоха покупатель этой политики Ему все разонравится эта единая Россия Он придержит ко мне, говорит, Ленка, давай кататься Вот как раз мы что-нибудь сделаем Я построю каточек у себя там дома нормально И говорю, конечно, давай кататься Я не думаю, что у меня так произойдет, как предполагает Лена Потому что то, чем я сейчас занимаюсь, это, опять же-таки, государственное дело А мне это очень интересно Здравствуйте 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 Вот оно, наш парламент А уже пора садиться То, что у политиков жизнь не сахарная И здесь, как и в спорте, за свою честь надо бороться Сихарулидзе понял быстро Как только он пришел во власть Жесткие выпады конкурентов ждать себя не заставили В том числе и от соперников тяжеловесов Я считаю, что это отвратительно Потому что вот пришел этот Сихарулидзе И ходит ему, кнопки показывает, туда нажимать Слушайте, это же парламент Там столы, приборы, кнопки, стул Что он там будет делать Он фигурист Что он на коньках будет кататься Перед другими депутатами Идем к голосованию Существуют некоторые люди, которые находятся в парламентах Десятилетиями И, конечно же, наверное, приход молодых И особенно энергичных людей Которые хотят работать И пытаются работать И начинают поднимать всех на эту работу Многих это не устраивает Десятилетиями Те шоу, в которых я выступал Я их заканчиваю И поэтому это будет моя основная работа И я все свои силы брошу на то Чтобы быть настоящим, честным депутатом Не поддерживающий политические устремления депутата Сихарулидзе Зампредседателя Российской Госдумы Жириновский С уважением, тем не менее, относится к его спортивным заслугам И сам старается соответствовать Хоть как-то Десятилетиями Как видно, за свою долгую карьеру Владимир Вольфович успел приобщиться К самым разным видам спорта Вот только преуспеть нигде не смог Занят, знаете ли, плотный график А самый первый спорт в его жизни, и это без шуток, стрельба Стрелок Жириновский потомственный Мама выигрывала региональные соревнования Была кандидатом в мастера спорта Очки дай мне Очки одену сейчас 45 лет прошло Нет, наоборот А нет, дальше Упор лёжа из мелкокалиберной винтовки Значит, я выбил хороший результат Запомнил на всю жизнь 96 из 100 Два-три раза в год Я беру и стреляю там 30-40 патронов Дома По воронам стрелял Пару ворон забил Жил Рудской рядом Прибежал, ругаться стал Он испугался Я мирный Человек Из поезда люблю Когда гидпоезд идёт У меня специальный вагон Открываю окно И Из этого охоничьего ружья Большей частью я Вот если вороны сидят На Этих вот На проводах Или Далеко Коровы пасутся Ну а долетает дробь практически вбок Корова Махнёт этим хвостом И безобидно ей Ну хоть приятно, что Попал А если пастух? Пастух? Не, никого нету Какой пастух сейчас? Одни коровы там И то не так их много К сведению Сколько именно Домашних животных Пострадало Во время агитационных Поездок Жириновского Авторам фильма Неизвестно А что мне Результат Скорость не нужна Скорость Скорость Вот я считаю Что самое лучшее Это водные виды спорта При советской власти В 6 утра начиналась Гимнастика Под пианино И Виктор говорил А теперь Переходите К водным процедурам Сегодня спорт в жизни Владимира Жириновского В первую очередь Это один из элементов пиара В вопросе продвижения Собственного имиджа Жириновский Похоже готов на все По крайней мере Уж мороз в 36 градусов Точно не помеха Все хорошо Пусть американцы знают Да Да Игорь Вот так Вот так То есть вода Самая лучшая Вода и пистолет Плывешь и отстреливаешь Каких-то своих Мнимых врагов Так сказать Получаешь радость Понюхал И снова плывешь Отдельная для Жириновского Тема Спорт и женщины Оказывается Владимир Вольфович Ярый противник Того Чтобы представительницы Слабого пола Истязали себя В спортивных залах Не женское Говорит это дело Все Абсолютно прав В том смысле Что не бабе Это дело Вот руками махать Да Вот И Владимир Вольфович Еще говорил Что бизнес Леди Похож на мужика А чистый мужик Он прав А что делать Если мельчает мужик Нежелательно Чтобы женщины шли И вот было массовое движение Женщин За спорт Ведь как ее гладить Ведь смысл-то Мужские и женские ласки Что мужчина сильный Все у него И грубая кожа А тут понятие Что-то нежное такое Совсем такое мягкое И вдруг там мышцы Это может привести К определенному Искажению Представление Как бы вот Разнополости Ему наверное нужно Чтобы женщина Селила дома Была жирная Неуверенная в себе Вся в киселе Потому что проще Управлять наверное Таким вот обществом Ну наверное так А самое Это попробуй Я же буду Я же пока не упаду Я же буду бороться Историческая справка Господин Жириновский Далеко не первый Противник женского спорта Во второй половине 19 века Мода на спорт В России уже была Но женщин К спорту Не подпускали В уставах Почти всех спортивных клубов Было записано Что вступить в них могут Только мужчины Считалось что Женщины и спорт Это два несовместимых понятия Но они находили выход Из положения Я могу вам вспомнить Мадам Лишеву Которая умудрившись Переодеться в мужской костюм Участвовала в велопробегах Правда потом последовало Разоблащение Ее разоблачили В раздевалке обнаружили Что это отнюдь не спортсмен А спортсменка И чем дело кончилось? Ну Скандалом Ситуация резко меняется В первые годы 20 века Даешь равноправие Заявляют женщины И идут в спорт Легкая атлетика Плавание Велосипед И конечно Теннис Главная теннисистка страны Первая дама империи Царица Александра Федоровна Желтая пресса Обращает особое внимание Что консервативная В обычной жизни Она выглядит абсолютно раскованной Когда выходит на теннисный корт И что от нее никак не ждут Одевается по последней теннисной моде Уже при советской власти В 20-е годы Женщины наравне с мужчинами Участвуют в спортивных парадах Толпы полуобнаженных девиц На Красной площади Старшее поколение в шоке Молодежь в восторге Сегодня мода на спорт Ушла совсем далеко Уже никого не удивляют девушки Занимающиеся борьбой с умо Избивающие друг друга ногами на татами Играющие в жесткое контактное водное поло 21-й век Что вы хотите? Спорт – это работа И чем старше Тем меньше, чем хочется заниматься Это надо себя заставлять Я беру себя за шкирку Стаскиваю с кровати И волоку себя в спортзал Это тяжело Но это необходимо Для Лады это не просто слова За ними история выхода из тяжелого кризиса Ладе спорт очень помог в самые трудные дни ее жизни В 2002-м, опять же во время занятий спортом Горными лыжами Она получила тяжелую травму После которой провела в инвалидной коляске больше года У меня не стегнулась лыжа на каком-то маленьком повороте И у меня скрутилось просто колено Лыжа в одну сторону, а колено в другую У меня за секунду произошла вся жизнь Пронеслась перед глазами Меня снимали с горы просто на какой-то санках Вот так вот голову вниз Звернули как саркофаг Посмотрите, тащили вот так вот Был жуткий революционный период Очень долгий Я вообще боялась уже Никогда в своей жизни не буду дэнс уже Буду просто Ладу Это было очень серьезное падение Была операция серьезная во Франции Лада убеждена, что вернуться к активной жизни ей помог именно спорт С самого первого дня, еще сидя в инвалидной коляске Она начала делать элементарные гимнастические упражнения И потом каждый день по капельке добавляла нагрузку И в итоге победила Первый после травмы выход на сцену Лада считает своим вторым днем рождения И этот день она запомнила на всю жизнь Напробов свой мюзикл, ее пригласил Филипп Киркоров И я Филиппу не сказала, что на костылях Потому что он меня ждал Он надеялся, что я буду играть эту роль А я промолчала И пришла на костылях, на пробы А там надо было танцевать Это все там зажигать И я помню, как часто Я оставила костылючки Пришла, станцевала Никто даже ничего не понял Представляете? Потом тоже на костылючках и ушла Меня сразу взяли в труппы Но просто врачи не разрешили Мне сказали, ладно, ну ты вообще как Раз, два, три, пауза 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 Сегодня травма лады-дэнс – это уже история Благодаря регулярным тренировкам Она полностью восстановилась И придумала себе новое спортивное развлечение Кикбоксинг Инструктор Иван смиренно терпит ее побои Можешь бить прямо голову в этот причат Ты чего страшно? Супер Руки только не разбрасывай Еще раз Ба, хорошо Еще сильнее прям бей, не сняйся Ты что? Ты больно? Нет, вообще нормально А пригодируешь по жизни там С незабинтованной рукой как-нибудь? Не, ну только в юности Защищая соучесть и достоинства В женском туалете на танцах Все, больше не правда Расскажи мне секундочку Нет, ну у нас был жуткий город Калининград в то время Всех симпатичных девчонок били Которые приходили в новенькие на танцы А я из интеллигентной семьи Никогда, в общем-то, и не умела этого делать Не ожидала, что могу так Раз, и что-то там Ой, я случайно Пустите меня в какую-нибудь партию Я первая встану с плакатом Люди, занимайтесь спортом Потому что действительно Вот это вот спасение всего от депрессии От страданий И для кого-то шоппинг, да Вот говорю, что для женщины Нет, если ты позанимаешь спортом С тебя вот это все выйдет Нужно Потому что я разы пережила в жизни Моменты личного характера Меня всегда спасал спорт Футбол, зенит, спорта Играют старые соперники На трибуне старый болельщик В смысле, болельщик со стажей Давай, 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 вперед Оттуда, давай, е** Я могу вас А за зенит вы начали когда болеть? Когда папа ходил на стадион Брали меня с собой Еще когда был совсем ребенком То есть это по наследству передается Сам я не спортсмен Никогда спортом не занимался И я болельщик Я созерцатель, зритель Завистник, может быть, отчасти Драма в жизни Михаила Боярского Его преданная любовь к футболу Увы, безответная С пеленок он мечтал быть Классным нападающим Но вместо футбольной школы Семилетнему Мишу Родители отвели в школу музыкальную Как известно, ни пианистом Ни футболистом Боярский не стал Он вырос знаменитым актером И стал одним из самых Преданных болельщиков Питерского зенита Болеть за любимую команду Этой моде на спорт В России уже больше ста лет Когда гол, что обычно кричите? Научился уже Только руками размахивать И поднимать флаг Потому что Так орал, что спектакль Мог сорвать И так, что ядрит Твою налево Первые Эмоциональные всплески Были настолько сильны Что, а, мантерка Вечером спектакль Что же делать-то? И потом уже Полоскания никакие не помогают Пойду Проще Связки беречь надо На стадионе Петровский У Боярского Постоянное место Свое На центральной трибуне Если он в Петербурге Обязательно идет на футбол Матчи зенита Не пропускает Отвлечение от Наверное, единственный Смысл В чем для меня спорт Для меня Это отвлечение от Проблем, которые Меня одолевают В быту В семье Внутри меня Вот я увидел Спортивную передачу И как бы Все отключили Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Театр Моссовета Аншлаговый спектакль Называется Учитель танцев Главную героиню Играет популярная Актриса Екатерина Гусева Я бы сюда никогда не помню На тоненьком заборе Екатерина чувствует себя Абсолютно комфортно Потому что в детстве Она серьезно занималась Спортивной гимнастикой И навыки, как видите Не растерял Я тренировалась В резервной сборной Советского Союза По спортивной гимнастике Мне было около 4 лет Когда в детском саду Меня нашли В памяти осталось бревно Когда мы шли И потом мы прыгали в яму А в яме Был нарезан поролон Такими вот кусочками Зарывались Прятались от тренера В этой яме С поролоном Вот этот тальк белый Который просто Пудрились Все такие были Белоснежные В детстве Москвичка Катя Гусева Не только занималась Спортивной гимнастикой Но и обожала кататься На коньках И до сих пор катается Сегодня в жизни Екатерины Спорт Это и залог Хорошей физической формы И важная составляющая карьеры Вместе с коллегами По проекту «Звезды на льду» Она объездила Всю Россию И пол Европы И везде принимали На ура Екатерина Гусева Роман Костоваров Именно после проекта «Звезды на льду» В России снова резко Вошло в моду Фигурное катание Под новый 2007 год В спортивных магазинах Раскупили все коньки По всей стране Открылись сотни катков Для массового катания Многие катающиеся Под влиянием проекта «Звезды на льду» Встали на коньки впервые в жизни Мода на фигурное катание Мода на спорт А вот как проект «Звезды на льду» Только начинался Я записываю вас на видео Эти кадры никто никогда не видел Любительская съемка Частный урок Секреты фигурного катания Екатерине Гусевой Раскрывает ее подруга Чемпионка мира Ирина Слуцкая Катя говорит Приди, посмотри Я тоже коньки взяла Пошла и покатались вместе Я вообще осталась в восторге Потому что тот огонь В глазах, который у нее был Очень редко встретишь В наше время Ира меня обучала Каким-то маленьким элементам Я не знаю Тройки мы с ней учили Какие-то там Твизлы, вращения Скобочки Какие-то вот элементарные шаги И она настолько податливая ученица Что она хватает все Вот прям на лету И хочет вот быстрее-быстрее Все это сделать И вообще даже в тот момент Я подумала А не стать ли мне тренером Екатерина Гусева Роман Костоваров Я залезу на него, нет Я Ну, ничего Да? Новое увлечение Екатерины Гусевой Конный спорт В седло она села недавно Для съемок в одном из новых фильмов И ей понравилось И нравится до сих пор Несмотря на то, что Одна из первых тренировок В общем-то могла привести к трагедии Как ему сказать? Стой! Стой! Я, наверное, слишком сильно Его пришпорила И он меня понес Он галопировал меня, наверное Манежа четыре Ноги у меня Правая нога выскочила Из стремени А левая вошла туда В стремю То есть спрыгнуть я никак не могла Потому что нога провалилась В стреме Я спугалась жутко Выбросила хлыст А потом смогла все-таки Подать корпус назад Ну, как-то остановила Стой! Шагом Шагом Было страшно жутко Эти слезы Которые, я уж не знаю От страха Или от ветра Которые у меня затекали В уши Просто вот так вот Но я когда остановилась Артур сказал А теперь где хлыстик? Он мне сказал Я не знаю Ну-ка нашла мне хлыстик быстро Никаких поблажек Он со мной общался Наверное, как с лошадью Пошла Рысь! Рысь! Вот так он Все время говорит Я не понимаю Он мне говорит Или лошади Это Артур Очень приятно Артур, вот Можно я скажу Мой тренер? Можно Спасибо А потом он меня Посадил на корду И заставил еще раз Подняться в голод Не нужно за него Все время держаться Сиди Спокойно облегчайся Он очень активно Чересчур активно Я бы сказал Двигается рысь Чуть-чуть его Как бы гаси Ножками-ножками Вот никогда он бежит Держаться за него ногами А вот здесь ногами Работать надо Поехали Сейчас Это слово Рысь Давай, рысь Пошел Вот так Спокойно Как управлять Пожалуйста Все 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 Вот так Молодец Молодец Шкура Такой шерсти Колючей Такая Такая Прям Я обычно После тренировки Сначала Верхом шагаю А потом я Просто вот За ручку Я так называю За ручку ходим Вот Чтобы Лошадь немного остыла Или я остыла Потому что для нее Это не нагрузка Вот В основном Нагрузка, конечно, для меня На горнолыжном склоне Президент России Владимир Путин Мало кто знает Что Владимир Владимирович Начал заниматься Горными лыжами Еще в юности В студенческие годы Приезжал на каникулы На Эльбрус В Европе Все руководители Катаются на горных лыжах И когда мы приехали В Австрию На чемпионат Мира По горнолыжному спорту В Санкт-Антон И Владимир Владимирович Стал Всеобщим Любимцем Среди тренеров Все дали Высочайшую оценку И мы тогда Улыбаясь Смеялись Что Мои были предложения Владимир Владимирович Давайте проведем Чемпионат мира Среди всех президентов И вы Сто процентов Тогда Выиграете Этот чемпионат мира На что он согласился Но говорит Не будем их Обижать Сильно Когда мир Только познакомился С президентом России Владимиром Путиным Для всех Это было Откровение Впервые Россию возглавил Человек С европейским Подходом К здоровому Образу Жизни И в этом Было сразу Много плюсов И для имиджа Самого президента И главное Для имиджа Всей России Например Важные Политические Переговоры Владимир Путин Может вести Вот в такой Располагающей К взаимному Доверию Неформальной Обстановке Что касается Результатов Работы В Австрии То они Очень позитивные И конечно Вот такой формат Общения Он помогает Найти Общий язык Быстрее Помогает Решать Многие вопросы Которые есть И между нашими Странами А еще Весь мир Знает Что президент России Владимир Путин Мастер спорта По самбо И кандидат В мастера По дзюдо Владимир Владимирович Добился Своих званий Трудом И потом Настоящим У него Очень хороший Уровень Подготовки И Увидев По телевизору Как он Работает Как он Отрабатывает Борется Я в этом Еще раз Убедился Но все равно Я думал Что может быть Это на камеру И поэтому Пообщался Со своими Друзьями Которые Очень часто С ним Работают Отрабатывают И вот Спросив их Как на самом-то деле Ребят На мне-то По секрету Расскажите Говорят Мы Вережим Сами не ожидали Что уровень Очень хороший И очень хорошая Техника Владимир Владимирович Бросает в обе стороны Это очень редкое Качество Для борцов Я, например Не умею Так делать У нас На реакцию А потом Принятие решения Отведены Доли Доли Секунды Действительно Доли Секунды И Это должна быть Сумасшедшая Реакция И сумасшедшая Скорость Принятия Решений Я думаю Что Владимир Владимирович И как раз Обладает Она ему Очень сильно Помогает В его Политической Жизни Карьере И В жизни Нашей страны Очень хотелось Бы Не скрою Очень хотелось Бы Как у нас Знаете В дзюдо Есть такой Термин Подержаться Подержаться За Владимира Владимировича Путина То есть У нас Нагод тренер Говорит Выйди Подержись За олимпийского Чемпиона Или за призера Олимпийских игр Ну Подержаться Как бы То есть Почувствовать И вот То же самое То есть Дзюдоисты Которые меня смотрят Поймут меня Как вы думаете Что объединяет Таких разных людей Как Шаляпин Ворошилов Горький Хрущев Ленин Не знаете На самом деле Это страстное увлечение Самым русским видом спорта Городками Ворошилов Например Даже на партийные деньги Заказывал себе Из-за границы Особые биты Из твердых пород Древесины Знаменитый военачальник Семен Буденный В свободное от работы Время Любил танцевать Но главная любовь Его жизни Это лошади Он организовал Сотни соревнований По конному спорту А сам сидел В седле До 87 лет Первый космонавт Юрий Гагарин Он тоже был Прекрасным спортсменом Особенно любил водные виды Водные лыжи И водное поло То, что нынешние Российские знаменитости Люди спортивные Вы убедились Посмотрев фильм Мода на спорт Рассказать обо всех Занимающихся Мы просто не успели Спортом действительно Сегодня увлечены Очень многие Актриса Вера Глаголева Мастер спорта По стрельбе из лука Постоянно поддерживает форму Мечтает сняться в фильме В котором главная героиня Стреляет из лука Солисты группы Ума Турман Братья Крестовские Играют в хоккей Бывает, что выходят На площадку Против своего коллеги Музыканта Игоря Бутмана Шоумен Николай Фоменко Обнаружил в себе Талант автогонщика И так далее Список действительно Можно продолжать Очень долго Мода на спорт Самое главное Наконец-то Не только знаменитости А большинство из нас Начинает понимать Что топить стрессы Лучше в бассейне А не в бокале вина А накапливающуюся в нас Агрессию Выплескивать Не на близких родственников А на специально придуманные Для этого тренажеры Сегодня модно Иметь спортивную форму Модно ходить на футбол Модно даже просто Разбираться в спорте Россия 21 век Мода на спорт Самая лучшая Мода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok